Нехороший симптом. Многочисленные жалобы стали поводом для визита общественников в больницу водников. Главная проблема – вопрос доступности медицинских услуг. Ведь микрорайон, который обслуживается этим медучреждением, только разрастается. Потенциальных пациентов около 17 тысяч. Каким результатом привела инспекция, расскажет Ирина Шипилова. В регистратору не подойти, не добиться. А сколько обычно времени проходит, пока в регистраторе подойдет? С такими же жалобами в Общероссийский народный фронт обратились граждане. В итоге активисты отправились в рейд. В пятницу утром очереди в поликлинике не обнаружили, но нашли инициативного пациента. У меня лично проблем нет. Я эту проблему корректно решаю с врачами. Я уважаю врачей. Ситуация с больницей водников нестандартная. Лечебное учреждение подчиняется и финансируется Минздравом, но оказывает услуги в том числе экстренной и профилактической помощи 17 тысячам жителей нашего региона. 5 тысяч из них дети. И это только начало. Вокруг застраиваются новые микрорайоны. График приема врачей непременно поплывет. Нет ни одной страны мира, ни одной страны нет, коллеги, где удалось бы четко спланировать и выполнить вот тот план по приему пациентов, никогда не допуская каких-то сбоев. Всегда человек, будучи записанный на одно время, им должен иметь запас. Здесь есть и другая мировая проблема – нехватка врачей. Мы опубликованы вакансии, но дефицит. Ничего с этим поделать не можем. Каких профилей вам не хватает? Участковых терапевтов, педиатров, участковых, некоторых специалистов по узким специальностям. Но они будут решаться теперь вместе. Если нам хочется, чтобы все-таки в больнице Водников была такая же материальная база, как во всех больницах и поликлиниках Тюменской области, но для этого нужно четко составить, что хотелось бы, на что эти средства должны быть, и тогда приступать к этой теме и обратиться в Российский народный фронт, что если есть такая необходимость, чтобы нам помогли. Часть вопросов готовы решить в регионе. Их уже взяли на контроль в департаменте здравоохранения. Ирина Шипилова, Алексей Красных, Тюменское время.